Этот январь показался мне одним большим праздником, среди которого промелькнул и рамен день рождения. В ходе всего этого я лихо проебался с подарком. Хочу исправить ситуацию. Нарисую картину с ним в главной роли. Он как в образе варвара. Ну или что-то типа того. А теперь кричи, короче. Заебись, есть. Итак, у нас есть изображение, из которого можно без особого труда сварганить трафарет в фотошопе. В первую очередь отделим нужные нам элементы от ненужного фона. В данном случае понадобится только персонаж. Обычно я прохожусь по контуру ластиком и удаляю отрезанный фон с помощью волшебной палочки с допуском в 250 и кнопочкой делит. Это что касается более или менее ровных краев. Но когда дело доходит до волос, то удобнее всего использовать быстрое выделение. Программа хаотично обыгрывает все неровности волосатой башки, которые в свое время тоже можно откорректировать ластиком. Применяя эти два инструмента, из фотографии можно вырезать кого угодно и что угодно. Далее несколько раз дублируем текущий слой и лезем в галерею фильтров. Во вкладке эскиз ищем фильтр почтовой бумагой. Так, зернистость и рельеф на ноль. Нас интересует только тоновой баланс. Двигаем ползунок, пока не получим нужный результат. Короче, проделываем эту операцию с другими слоями столько раз, сколько хотим, чтобы у нас было слоев в трафарете. В моем случае их будет пять. Чтобы картинка стала черно-белой, юзаем опцию тени света. И на верхних слоях выставляем непрозрачность ниже 100%. Таким образом, нижние слои начнут проявляться. Их черные части станут серыми в разной яркости. И вот, наконец, наш трафарет готов. Теперь его можно распечатать в любом формате. В интернете есть куча программ, которые умеют при печати разбивать изображение на листы А4. Вот одной такой программкой я и воспользовался. В этот раз склеивать листы будем с помощью клей-карандаша. Я заранее позаботился об этом. Я оставил поля на листах в том месте, где они действительно нужны. А там, где они не нужны, смело их отрезаем. Этот вариант показался мне более удобным, чем склеивать их скотч-лентой. На этом этапе лучше подзаморочиться и склеить все ровненько, чтобы не прохерить пропорции. Я предпочитаю отрезать лишние куски бумаги, на которых нет изображения. Так удобнее размещать картинку на подложке. Кстати, да, то, что мы склеили, это не финальный вид трафарета. Этот слой мы прикрепим к более плотной бумаге, потому что обычная бумага очень хрупкая и рвется при любом удобном случае. Поэтому прорезать придется два слоя бумаги, и использовать будем только нижний. Подгоняем под нужный формат, и вот, трафарет готов для дальнейшей работы. Все свои картины я рисую на арголите. Этот материал подходит неоптимально. Он довольно плотный, и его можно достать на любом строительном рынке. Причем по довольно доступной цене. Путем нехитрых операций размечаем нужный нам размер, и с помощью чего-нибудь распиливаем все ровненько. Я нихуя не вижу, блядь, все криво пошло. Еще плюс арголита заключается в том, что он довольно легко поддается канцелярскому ножу и наждачной бумаге. Так что исправить можно, в принципе, любой косяк. Я решил сразу же залить фоновый слой работы, чтобы он хорошенько просох. И вообще, то, что я тут вытворяю, это полнейшее блядство. Работайте с аэрозоли только на улице или в хорошо проветриваемых помещениях. И в респираторе, само собой. Давай, работай, давай! Сука! У, блядь! Всегда приятно понаблюдать за творческой движухой. Я думаю, что и у вас есть что показать, поэтому открываю стенку в своем паблике ВКонтакте. Покидайте туда свои работы, ну, кто чем занимается, там, не важно. Будем смотреть. Кому там? Ох, вы еще и сбрасываете! Да. А где написано, какие штуки покупать? На листочке? На листочке? А ты читал эти посты, скинул про бабу. А ты можешь не пиздеть, я когда сниму.